Престольный праздник встретил Михаила Архангельский мужской монастырь в селе Козиха Новосибирской области. Первая церковь во имя архистратига Божия была освящена здесь в начале 20-го столетия, но годы лихолетия ее разрушили. Молитвенная жизнь в селе возродилась лишь в конце 90-х, когда в Козихе появилась мужская монашеская обитель. В селе Козиха Ордынского района Новосибирской области в конце 90-х годов прошлого столетия был образован Михаила Архангельский мужской монастырь. В праздничный для его насельников день в собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных митрополит Новосибирский Ибердский Никодим возглавил божественную литургию в сослужении епископа Ордынского и Карасукского Филиппа и духовенства митрополии. Все мы порой задумываемся о тех невидимых силах, которые воздействуют на человека и на всю Вселенную, но нам не открыта их природа. Известно только, что на каждого человека влияют эти силы, наши ангелы-хранители. И прославляя в этот день светлые, Богу подчиненные силы, мы обращаемся к ним за поддержкой в нашей борьбе со злом и верим в то, что они способны защитить от страшных, искусительных и губительных воздействий тьмы. Архистратик Божий Михаил, что он являет всем нам? Прежде всего, являет верность Богу. Верность до последнего. Верность столькая, яркая, что он, архистратик Божий, неким образом является для каждого из нас примером того, как, отрицая себя, всего себя должно предавать Господу. Особенно это важно для тех, кто принимает монашеский постриг. Сейчас совершать монашеское служение очень сложно. Множество различных искушений вторгаются в жизнь того человека, который дал обет вести ангельский образ жизни. Различные технические устройства смущают душу человека, который называет себя монахом. И должно строго относиться к себе, к своим чувствам, к своим мыслям, к своим желаниям тогда, когда у человека есть только одна цель. Быть верным Богу и быть верным Матери Церкви. Сегодня мы совершали божественные литурги и здесь, в обители, посвященной архистративу Божию Михаилу. В том месте, где множество и множество людей, приняв монашеский постриг, совершают усердное монашеское дело, трудясь и молясь. И важно, что в различных частях нашей необъятной Родины есть монашеские обители, которые каждому напоминают о том, что значит быть верным Богу, подобно архистратику Божию Михаилу. Субтитры создавал DimaTorzok